Хочешь поймать рыбку? Кричи, как чайка! Это древний корягский обряд заманивания рыбы. Когда к ним попадалась первая, самая первая рыбка, они ее варили, брали кусочек мякоти рыбы, держали, так и кричали. Зачем танцевать, как мерплей, кормить океан? Где запрещено ловить рыбу? Экскурсия по родильному дому всех лососевых на невестивище. После того, как все это произойдет, она погибнет. Зачем кита жертвуют жизнью ради своих детей? Разрастаются микрорганизмы, и потом малюк питается ими. Закон суров, тем более, если это законы камчатской природы. Тихий океан гонит высокие волны. Он явно не в духе. Самое время накормить стихию. То, что у нас есть, мы сейчас возьмем кусочки и пойдем положим в воду. И каждый про себя что-то скажет. Коренное население Камчатки и пельмены, и коряки с большим уважением относятся к океану. Он кормилец, дает морских животных. Через океаны моря рыба заходит в реки полуострова. Коряки, идя на охоту, на морзверя, на байдарках, это лодка, сшитая из шкур морских животных, задабривали океан, чтобы он успокоился. И они спокойно могли себе добыть лахтака, нерпу, чтобы привезти домой питание. Задобрить океан значит сделать ему подношение. Камчатка своеобразная, отчасти съедобная. Жир тюленя, мех зайца, коряки кладут в траву на берегу и еще бросают в воду. Вся мифология и культура аборигена в Камчатке связана с природой. Это танец береговых коряков. Принято изображать волны, тундру, подражать животным. К примеру, нерпа, олицетворение красоты и грации. Зарядка остеохондроза. Если вы каждое утро будете делать такое движение, также двигая верхней частью, нижней частью, бедрами, всем позвоночником, ручками. Изображает нерпочку, которая выплыла из воды и ушла под воду. Кулачками мы крутим и руками. То есть у нас двигается все тело и все мышцы постоянно находятся в движении. В океане или в море охотились на морского зверя, а вот рыбу ловили только в реках. И чтобы рыбы хватило всех, ее заманивали. Первый улов отмечали наваристой ухой. Такой секрет, оказывается, отрезают парники и самые такие жирные вещи. Это, оказывается, самое вкусное получается уха из вот этих вот частей, которые мы на самом деле выкидываем. А их выкидывать не надо, их надо сварить на них уху и это потом выкинуть. Рыба – главное блюдо на камчатском столе. В озерах и реках съедобных обитателей в изобилии ловить рыбу удочкой можно практически повсеместно, исключение нерестилища. Например, в Курильском озере нерестится нерка. До 6 миллионов особей легкой добычей лакомятся только медведи. В период нереста камчатские реки буквально бурлят. Это родильные дом киты. Морские хищники продолжают род в пресной воде, в реке. Причем не в любой, а именно в той, где когда-то сами появились на свет. Это пришла кита на нерест. К продолжению рода кита подходит основательно. Самка выбирает место, строит гнездо, а самец борется за право отцовства. Только вот позаботиться о потомстве они не снегут. После оплодотворения икры оба погибают с интервалом сутки. Вот уже погибшая кита, которая отнерестилась. Рыба, разлагающаяся в реке, погибающая после нереста, она называется сненка. Это важный элемент экосистемы. Она насыщает воду азотом, фосфором. Благодаря этому разрастаются микроорганизмы, и потом малюк питается ими. На Камчатке водится более 400 видов рыб. В традиции коренных жителей полуострова никогда не брать лишнего, только то, что нужно для пропитания семьи. Наверное, благодарность за это о людях заботятся местные боги. Например, митк – рыбный бог. В представлении переменок именно он населяет рыбы моря и реки. Чья заслуга вкуснейшая вода в горном озере предстоит выяснить. Когда-то здесь, на Камчатке, были только вулканы и жили аборигены. И тогда была очень чистая вода, такая же, как в этом горном озере. Чистота рек и озер, а также фантастические пейзажи здесь не меняются веками. Как и места для лежбища, тюленей и краснокнижных каланов. Камчатка – заповедный край удивительной природы и самобытной культуры коренных народов. Именно это сочетание делает Камчатку не просто бескрайней фотозоной, но и источником ярких впечатлений на всю жизнь.